А что нужно обратить внимание в молитве? Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста. Помогите, батюшка. Добрый вечер, в эфире программа «Прямая линия. Ответ священника» в студии Дарья Ильинская. На ваши вопросы этим вечером будет отвечать Иерея Владислав Береговой. Здравствуйте, отец Владислав, очень рада приветствовать вас в программе. Здравствуйте, здравствуйте. Также этим вечером нам будет помогать наш сурдопереводчик Нелли Пряничникова. А вы, пожалуйста, пишите, звоните нам в прямой эфир. Мы готовы обсуждать темы, которые волнуют лично вас. Отец Владислав, ну вот начать программу мне очень бы хотелось одного вопроса, который вчера вызвал большой резонанс. Он касается самого главного таинства причастия, как к нему относиться. А вопрос заключался в следующем. Когда маленький ребенок, 10 месяцев, ну это не зависит на самом деле от возраста, после причастия сразу срыгнул. И вот здесь родители таятся, потому что знают, как трепетно нужно относиться, и что одежда сжигается. Об этом тоже знают. Вот вы, пожалуйста, все страхи, все сомнения, объясните, как правильно нужно относиться и как правильно поступать в этой ситуации. А что значит развеять страх? Я сейчас нагнетать буду, может быть, наоборот. Ну давайте уже. Ладно. На самом деле действительно на правильном пути. С одной стороны, конечно, надо сделать все возможное для того, чтобы что-то подобное предотвратить. Но малыш есть малыш. И мы кормим детей перед причастием. Всякое бывает. Чем меньше малыш, тем больше шансов, что действительно там срыгнет. Но если это прямо вот в течение часа, ну действительно мы эту одежку даем батюшке, батюшке или постирает и отдаст, или сожжет и отдаст, если не хочет заморачиваться с постиркой. Мама может сама приложить свои услуги. Ну, как правило, знаете, в некоторых ситуациях святой колодец прямо в алтаре находится. Поэтому он не всегда так выходит. Знаю один приход, на котором там стиральная машинка прямо со святым колодцем. То есть идет слив воды непосредственно глубоко-глубоко в землю. То есть они, допустим, могут что-то такое постирать и спокойно дальше обратно отдать. Но через час он все переваривается. Поэтому если через час-полтора это совершилось, то нечего переживать на самом деле. Опросы действительно очень популярны. Потому что детей у нас много, причащаем мы всех, и все сталкивались с этой проблемой. Поэтому мы никого от церкви не отлучаем. Мы не говорим, что ты теперь будешь гореть в воду вместе со своим ребенком. Мы стараемся действительно успокоить. Костюмчик какой-нибудь стоит не очень-то дорого, поэтому отдай и возьми новый. В нашем же храме, там можно взять в соц. отделе, детских одежек у нас выше крыши при любом храме. Потому что дети растут, не успевают даже поносить то, что ребенку купили на полгода, на год. Так что это не проблема на самом деле. Поэтому будьте спокойны, утаивать не надо. Если сердце щемит и хочешь как-то об этом сказать, то дай-ки скажи на исповеди. Ну вот батюшка, он срыгнул, а я постирал, а не знал, что нельзя, ну прости Господи. Ну и все, батюшка скажет. Ну хорошо, Бог простит, больше так не делай. Все, нету какой-то большой такой проблемы, из-за которой стоило бы страдать. Благодарю вас за разъяснение. У нас есть видео вопрос, давайте послушаем. Батюшка, здравствуйте. Хочу услышать ответ на такой вопрос, как христианская православная церковь относится к Ветхому Завету, и стоит ли вообще обращать внимание на Ветхозаветное учение? Спасибо большое за вопрос. А вот сегодня же сам Спаситель цитировал Ветхий Завет, говоря про Писание. Апостол Павел пишет про Писание, что оно богодухновенно, полезно для научения, наставления в истине, в назидании. Причем апостол Павел, или апостол Иаков, говорит о Священном Писании Ветхого Завета. Когда возникло вопрос в первохристианской общине, что делать с крещающимися из язычников, они должны принять обрезание и все правила Ветхого Завета. А потом креститься, или креститься сразу. То был созан апостольский собор, на котором решили, что из Ветхого Завета мы оставляем только пять правил. Три связанных с церемониальной частью, два с нравственной. Ну, в принципе, все, что связано с нравственностью из Ветхого Завета, мы перенесли в нашу жизнь. Там нет ничего такого, что не было совместимо с христианством. Наоборот, все возвысилось Христом. Там сказано, не при любодействии, я говорю, не смотри с вожделением вообще на лицо противоположного пола. Сказано, не гневайся, я говорю, вообще. Не уби, я говорю, вообще не гневайся, набраться его напрасно. Поэтому все нравственно мы взяли. А из обрядовой части только три правила. Не вкушать идола жертвенного, удавленены и кровь. Была такая жуткая традиция. И сейчас где-то есть пить кровь поверженного врага или даже льва или быка, чтобы быть наделенным силой этого животного. То есть вот эта языческая традиция, она крайне неприятна была ни в эпоху Ветхого Завета, ни в Новом. Поэтому мы должны читать Ветхий Завет, мы должны его понимать. Но помнить, что Ветхий Завет раскрывается только в Новом. Все, что говорится в Новом, прообразовалось в Ветхом. И если рассматривать их по отдельности, ничего не получится. Ветхий раскрывается Новым, Новый сокрыт Ветхом. Вот все, что происходило со Христом, все, что им сказано, так или иначе, пророчествовалось и Михеем, и Исаием. И вообще называют Ветхозаветным Евангелистом. Про Моисея, про Давида я вообще молчу. Сегодня мы читали, мы все камни гожи, неберегожи, зиждущие, сей бысть во главу угла. Сам Христос цитирует Псалмы. Поэтому, кстати, Псалтирь, это же книга Ветхого Завета. Мы ее читаем постоянно, на всенышном бдении, на всех богослужениях. Человек, который глубоко во церковь, близко к тексту его знает. А ведь это книга Ветхого Завета, написана за тысячу лет до Рождества Христова. Поэтому мы к нему относимся трепетно. Но если мы его рассматриваем без Нового Завета, ну, можно остаться в рамках иудаизма. Но это про образ. Поэтому еще запомните, даже обратите внимание, точнее, на само название. Что такое Ветхий Завет? Это Ветхий старый договор, по сути. Договор Бога с человеком, основанный на крови. На крови человека, через обрезание. А Новый Завет, то есть уже в каком-то смысле он дезавюирует старый. И создает его, этот договор создается снова на крови. Но уже не на крови человека, а на крови Бога. Причащаясь к которой, мы становимся частью Церкви Христовой, которой Христос является глава. Вот. И мы становимся частью вот этого божественного организма. Так что вот это вот все самое важное, что мы должны знать о Ветхом Завете. Ценить его нравственную часть и помнить, что он неразрывно связан с Новым. Благодарю за такое разъяснение. А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, здравствуйте всем. Меня зовут Семен, я из Новосибирска. У меня вот такой вопрос. У апостола Павла есть цитата, там 10 стих, я могу не помнить, ну примерно 10 или 13. Там говорится, что любовь есть исполнение закона. Не причини ближнему зла. И об этом вообще ничего не говорится. Ни в храмах, нигде. Что любовь есть исполнение закона. Ну проще сказать, если муж и жена соблюдают закон, не врут, не хитрят, не обманывают, то они любят друг друга. А если они врут, хитрят, придумывают, был там, а сам не там, то одни брызги от любви, они разойдутся в любом случае. Об этом не говорится. Это первый вопрос. И далее я вот хотел бы, там есть у Соломона, вы сейчас как раз говорили о Ветхом Завете, у царя Соломона, ну и у других, у Езекииля, Еремея написано, что начало мудрости, мудрость, целомудрие, премудрость тоже не говорится. Определение всему этому есть, что такое начало мудрости, что такое премудрость, целомудрие и естественно любовь. И вот если, как вот вы думаете, если это с первого класса будет ребенок изучать вот это, что фундамент этого нравственного воспитания из пяти слов, то ребенок и подрастающие поколения, они выберут жизнь для того, чтобы жить. И на сегодняшний день не могут выбрать жизнь для того, чтобы жить. Ведь делают хитрость и обман. Почему? Потому что нету вот конкретного, о чем я говорил, что не цитируется, не говорится. Спасибо вам большое. По поводу первого вопроса, я бы не рекомендовал 40 тысяч приходов Русской Православной Церкви подводить под общий знаменатель. Если вы на каком-нибудь из приходов не слышали проповедь на эту тему, то это не значит, что кто-то другой об этом не говорит. Бог есть любовь, и если проповедь священника не о любви, то, собственно, о чем она? Даже если священник не произносит это слово, но призывает к добродетельной жизни, он все равно тем самым призывает к любви. Потому что если ты что-то делаешь благое, то все равно ты приходишь к Богу, который есть любовь. И, собственно, все заповеди, они подводятся под это. Главная заповедь какая у нас? Нет дела другого тому, чего не желаешь себе. То есть она как бы простая, и она объединяет под собой исполнение всех других заповедей. Собственно, каждый раз, когда мы призываем к нравственной жизни, мы говорим о любви. А что касается второго, я полностью согласен, действительно хорошо, чтобы учителя с православным мировоззрением говорили детям в рамках своих предметов, математики, геометрии, алгебры, русской темории, литературы, о том, что такое хорошо, что такое зло. И упоминали какие-то важные мысли из книги пророка Соломона и из псалмов Давидовых, не цитируя их, нам не говоря, что премудрый Соломон сказал так, но говоря о какой-то мудрой вещи. Спасибо вам большое. Мы обязательно продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это такая оратория. Там много оркестровых тем, там очень много голосов и очень много инструментов. И там хороший режиссер. Что касается сценария, то кому не знать, как ни человеку, работающему в кино и на ТВ, что от сценарного плана всегда есть отступление. Всегда есть замедление, ускорение. Всегда кто-нибудь фальшиво испортил свою партию, нужно переигрывать все заново. Поэтому если это сценарий, если это партитура, то не думайте, что все будет исполняться как по нотам, что мы держим в руках некий график исполнения событий. Графика в руках у нас нет. У нас нет дорожной карты происходящих событий. Мы имеем таинственную книгу, которая может двигаться вперед и назад, потом опять назад, потом еще больше вперед. И как сильно ошибались все те, кто пытались объяснять буквально апокалипсис и находить в нем историческую схему уже произошедшего. Это всегда не так. Там нет про вакцины, там нет про печати, там нет, вернее, про печати есть, про антихриста, да, страшного суда там нет, там есть суд. Вот. Но на самом деле там есть про все. Там есть про то, как человек отвращается от Бога, обращается к Богу, вразумляется казнями, не вразумляется ими. Там, в общем-то, это книга о человеке. И мы много страшного узнаем о человеке. И много великого. О том, какой он может быть небожитель, живущий на небе, и какой может быть враг, Господень, кусающий себе язык от злости, все-таки упорно не хотящий покориться сидящим на престоле. То есть это откровение, в том числе, о человечестве и о человеке. Апокалипсис. Святые. Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих, и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары – исцеление, пророчество, чудотворение, и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленный святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш Мичман, незаввенный, криворучка, уходим по одному, если что, мы – геологи. Авторский цикл Никиты Михалкова «Бесогон». По воскресеньям. Мы – Михаил и Екатерина Башкатова. Мы отправляемся в путешествие по православным святыням Северного Кавказа и Ставрополья. Очень красиво. Здесь христианство было и остается неотъемлемой частью духовного и культурного наследия. Это первый храм, который казаки построили на территории современной Карачао-Черкесии. Мы откроем для себя множество жемчужин этих древних земель. Это южная стена города, а северная стена – от той горы до реки. Мы заберемся в горы к уединенным храмам. Это чудо, конечно, это какое-то невероятное. Вообще невозможно оторваться. Вперед! К святыням России. Святыня России с Михаилом Екатериной Башкатовыми. В эфире программа «Прямая линия. Ответ священника». И мы продолжаем разбирать темы, которые волнуют лично вас. А у нас есть видео-вопрос. Давайте послушаем. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, телеведущая. Меня зовут Алексей. Я служу панамарем. И мне интересно знать, почему панамарий стал служить в храме. Ведь изначально это был храмовый сторож в Древней Византии. Спасибо за ответ. Потому что в храме служит батюшка, а батюшке нужен помощник. И раз нужен помощник, то он нужен рядышком, а не за забором. Собственно, потому тот, кто служит за забором, если служил, потихонечку перешел в алтарь. Ну кому же довериться, как не человеку, которому доверяешь охрану целого храма. Давай еще, раз ты уже себя зарекомендовал хорошо, давай помоги еще в алтаре. А на самом деле есть же правило церковное, согласно которому в алтаре не должен быть никто, кроме священнослужителей. Не то, что женщин. И мужчин тоже. Есть такое правило, действительно. Поэтому панамарство – это такое служение, которое заменило в каком-то смысле диаконское. Потому что не всякий, не при каждом приходе есть диакон, не каждый священник имеет возможность самостоятельно все совершать. Поэтому нужен такой помощник. Ну и слава Богу, что церковь полезна, то и канонична. Все просто и очень понятно. У нас есть следующий вопрос. Как быть? У Данилова монастыря ходил молодой человек и простил милостыню. Я стала давать деньги, а он сказал, только крупные. Я спросила, а сколько он? Ну тысячу. Я удивилась, отошла. Я давно уже пенсионерка. Правильно ли я поступила? И прав ли молодой человек? Молодой человек – профессионал, который знает, как воздействовать на психику пенсионеров и вообще всех тех, подающих милостыню. Особенно тех, кто в храм приходит первый раз, имеет какое-то такое некоторое благодушное отношение ко всем милостыню просящим. То есть просто манипулирует стремлением православного христианина видеть в каждом просимом Христа и как бы о чем бы не попросить больше. В общем-то с них шапка Монобаха не слетит, а человек начинает смущаться. Видите, даже к нам написал. А что же делать? С одной стороны, когда тебя просят – дай, а с другой стороны, я не даю. Профессионалам давать нельзя. Как говорится в одном замечательном древнехристианском памятнике Гидахе, учении 12 апостолов, «Пусть милостыня запотеет в руках твоих, пока ты ее кому-нибудь дашь». То есть необходимо хорошенько подумать. Ты милостыню даешь человеку нуждающемуся или просто тунеядцу, который пользуется добротой православных христиан. Так что таким мы не даем, а даем только тем, кто нуждается. Аминь и Богу слава. Ну это действительно такой извечный вопрос, подавать или не подавать, почти шекспировский. Ну да, в данном случае не подавать. Да, и вот в то же время, как что-то в этот момент отвечать или что, опускать глаза в пол, проходить мимо очень часто? Знаешь, не могу на спасти сказать, что надо отвечать таким людям. В второй раз не позовут. Понятно. Тогда продолжаем. Почему крестный ход вокруг церкви идет против часовой стрелки? Вот такой пришел он к нам вопрос. Навстречу солнышку. Ведь Господь, наше солнышко, солнце славы, солнце правды, с высоты востока, грядущего к нам. И мы к нему идем навстречу. Он к нам, а мы к ним. Все просто. Действительно, все просто, доступно. Еще один вопрос про причастие. Вот смущает прихожанку то, что в храме на причастие рекомендуют сначала подходить мужчинам, а потом женщины. Почему так? Древнейшая церковная традиция с первых веков. Во многих монастырях она соблюдается по сей день. Сначала церковные священнослужители, потом мужчины. В некоторых случаях дети раньше мужчин, если не кричат. А потом уже женщины. Ну почему бы и нет на самом деле. Хорошо бы только, чтобы вот те мужчины, которых женщины пускают вперед, помнили, что мужеский пол это не только данное тебе средство порабощения женщины. Но и огромная ответственность за тех, кто находится сзади тебя. То есть, если ты идешь первым, то не забывай, что, допустим, твоя жена должна быть за мужем, как за каменной стеной. Ты должен обеспечивать, ты должен защищать, ты должен делать все возможное для того, чтобы она чувствовала себя за тобой уютно, тихо, спокойно, психологически равновешенно, сытно и довольна. Вот тогда ты проходи вперед, конечно, да. Тогда ты достоин. А если ты, как бы, семейный тиран, то вообще тебе причащаться нельзя, не то, что еще впереди идти. Да, отец Владислав, после вашего совета, я не знаю, не поредеет ли очередь, и кто будет впереди теперь. Ну, зато он не будет недостойной причащающей. А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущая. У меня такой вопрос. Пять лет назад умер мой муж. Православный мы. Православный. Вопрос такой. Вот я поставила памятник. Ну, правильно ли я поставила в изголовье? Ой, нет, мы поставили в ногах. А у кого стоит в изголовье? Как правильно поставить памятник? В изголовье ли, в ногах ли, все равно ли через 50, 70, все равно, ну, все настолько далеко уйдет, что там под землей. Может быть, метра уже на 20, на 30 это место захоронения. Ну, может, через 100 лет. Земля там на месте не стоит. Поэтому не имеет никакого сакрального значения, где стоит крест. Ну, предполагается, что как бы в ногах усопший лежит, смотрит, потом Христос такой ба-бах, сходит на землю, он такой встает и сразу на крест смотрит. Ну, здорово, да, и как бы психологически ему спокойно будет. Фух, крест стоит, а не памятник какой-нибудь непонятный, да. Ну, повторюсь, человек умер тысячу лет назад, то там от креста уже будет, во-первых, от креста уже ничего не останется, да, и сам он будет где-то далеко. Поэтому все это, некоторая условность, хочешь в ногах, хочешь в голове, на загробную участь человека, это никак не влияет. У нас есть видео вопрос, давайте послушаем. Здравствуйте, дорогая телепередача по каналу Спас. Хочу задать такой вопрос. Куда можно ставить иконостас в маленькой квартире? Например, в студии. Спасибо. Спасибо за вопрос. Отличный вопрос. Очень актуальный вопрос. Туда, там, где ты сможешь спокойно молиться, так, чтобы в границах твоего зрения не было ничего отвлекающего тебя от молитвы. Не обязательно угол, не надо искать восточную стену. Главное, чтобы ты мог встать, чтобы перед тобой иконами ничего не было. Традиционно, там, телевизор не стоит, что-то еще такое, что могло бы тебя отвлечь. Вот и все. Вот на самом деле, даже если что-то рядышком стоит, то в этом нет ничего предусудительного. Главное, чтобы ты мог встать и помолиться перед этим. Спасибо вам большое за ответ. У нас есть вот такой вопрос. Может ли батюшка отпеть покойника вечером, а хоронить по традиции после обеда следующего дня? Не противоречит ли это церковным канонам? Нет церковных канонов, которые бы говорили бы, со скольки до скольки можно отпевать покойников. Это все народные заблуждения. Поэтому отпевать можно в любое время дня, хочешь ночью, хочешь утром, хочешь до обеда. Когда возможно, тогда и отпеваешь. Разные ситуации бывают. Церковный канон, он один. Он выражается в словах чинопоследования отпевания, которое произносится от имени усопшего. Там есть такая стихира. Но прошу всех и молю, не перестанно молитесь о мне, дабы по грехам им не был низведен на место мучения, но да вселит меня Господь, где свет жизни. Собственно, вот вам один самый простой канон. Ты молись о человеке, который почил, и не относись к отпеванию, к какому-то магическому акту, который надо совершить в определенное время, никак не позже, не раньше, ибо от него зависит загробная участь человека. В чем застану, в том и сужу. Как человек жил, так он и будет судим. И ни на живых, ни на усопших никаким образом не влияет время отпевания усопшего человека. Спасибо большое за ответ. И у нас есть еще один вопрос про смоковницу. Не дает он покоя верующим. Почему же Господь проклял это дерево, и ничего не нашел там, кроме листьев, и бы еще не время было собирать. И вот наша телезрительница волнует. Я так понимаю, что смокова была без плодов, потому что еще было не время, а не потому, что она была бесплодной. Объясните, пожалуйста. Пересмотрите, наша дорогая телезрительница, все программы «Завет» телеканала «Спас». Там неоднократно и Сергей Комаров, и многие другие батюшки, в том числе и я, рассказывала о том, как правильно понимать эту историю. Потому что там столько пластов и уровней, и столько подходов разных к этому вопросу, что можно, конечно, забыть о первом ответе, когда уже к 35-м подходишь. Но если кратенько и простенько, то... Да, утешьте нас. Говорят святые отцы, может быть, что-то не так говорят, что смоковница, если обладает листьями, то плоды уже должны быть. То есть не бывает такого, чтобы на этом дереве не было плодов, когда есть листья. Соответственно, они предполагаются, что они там будут. А их нет, да. И Господь, как бы, вполне себе это конкретно говорит. Но дело же даже... Потом проклинают ее. Но дело же не в ботанике. И даже не в какой-то строгой последовательности произрастания плодов. А в смысле, не в частностях, а, собственно, в том, что Господь хотел этим сказать. Вот главное не в том, что не время было собирать эти плоды, а в том, что это смоковница прообразует богоизбранный народ израильский, который был обрядово пышен, огромный храм, фантастические церемонии, великолепные, древние. Традиции, но при этом совершенно бесплодные. Настолько бесплодные, что даже мудрились распять собственного Бога, который дал им эти обряды, эти церемонии и эти традиции. То есть, собственно, главное, какой урок ты делаешь из этой притчи. Сам-то ты, допустим, даже в красивых одеждах, с позолоченными крестами сидящий, ты напыщенная смоковница без плодов. Или ты, в общем-то, какой-то сухой инжирчик все-таки приносишь в своей духовной жизни. То есть, вот об этом надо, на самом деле, нам думать. Не докапываться до каких-то таких тяжелых тонкостей, на которых даже некоторые библиисты ноги ломают, а именно понимать, что для тебя значит эти слова. Спасибо вам большое за ответ. А мы сейчас снова прервемся на короткую паузу и обязательно к вам вернемся. Не переключайтесь. Вас приветствует семья Макарских. Это проект «Цветыни России». И мы снова в пути. История христианства на донских просторах начинается еще с апостольских времен. Пупея со святой водой находится прямо в центре города Милион. Я нахожусь буквально в 30 километрах от Белого моря. Мы идем на Анзер. Там вообще нет местного населения. Живет только братья нескольких скитов. Это самая большая икона Божьей Матери Всецарицы и Я. Все, дальше ни машины, ни ходу нет. И другого пути добраться в монастырь тоже нет. Ну вот он, дворский афон. Святыни России с Антоном и Викторией Макарскими. Христианство есть единственное убежище русской земли ото всех ее зон. Если ваша семья находится на грани развода. Верить мужу у меня больше не получается. Если с детьми или родителями возникло непонимание. Есть только две причины, по которым распадается семья. Это смерть одного из супругов и блуд. Если вы не знаете, как наладить отношения с близким человеком. Где взять мудрость? Где взять вот эту молитву о счастье? Наши священники, психологи и юристы готовы помочь и поддержать. Совершенно точно надо расставлять приоритеты. Мы вместе постараемся найти выход из кризиса и сохранить вашу семью. Господь, видя вот эту честность, видя эту правду, он обязательно поможет. Звоните нам. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять ноль шестьдесят три девяносто четыре девяносто четыре. Или пишите на почту. СОС СОБАКА СПАСТВ ТОЧКА РУМ. Тут человека надо спасать. Тут не просто разъяснять, тут надо вымаливать уже этого человека. СЛУЖБА СПАСЕНИЯ СЕМЬИ КРЕЩЕНИЕ 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 – это одно из семи таинств Церкви. КРЕЩЕНИЕ – это священное действие, в котором верующего Христа через троекратное погружение тела в воду с призыванием имени Святой Троицы омывается от первородного греха, а также от всех грехов, совершенных им до крещения, духовно умирает для жизни плотской, греховной, и, вновь рождаясь, облекается в благодать Божию для жизни Святой по Евангелию. Апостол говорит, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Без крещения нельзя вступить в Церковь Христову и стать причастником благодатной жизни. Пятнадцать веков назад святой Иоанн Лествичник написал инструкцию восхождения на небо. Протеерей Игорь Фомин и Борис Корчевников в проекте «Лествица» нырнули следом за святым Иоанном в глубины знания о человеке. Книга по проекту «Лествица» делает этот непростой древний труд доступным и близким. Тридцать глав книги – это тридцать ступеней восхождения в небо. Всего тридцать ступеней на то, чтобы стать человеком. Война. В связи с обстрелом мы перейдем в кран. И Библия. Нынешняя война – это логичные библейские последствия, что у нас нерзости обильно произвели. Книга «Святого наших дней» Николая Сербского с главными ответами и об этой войне. Некоторые берут в бой, томаты, свинец, снег. В эфире программа «Прямая линия. Ответ священника». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И я напоминаю, что для вашего удобства у нас также есть страница ВКонтакте, куда вы тоже можете присылать свои вопросы в комментариях. Знакомый батюшка. Да, знакомый батюшка. И сегодня вот такой вопрос. Как правильно читать псалтырь об умершем? Так же, как и о неумершем. Открываешь страничку первую, издательство Московской Петриархии, перелистываешь по молитве перед началом чтения псалтири. Читаешь их. Потом смотришь первое кофизмы. Читаешь первую кофизму. Смотришь, написано «Слава и ныне». Читаешь «Слава и ныне». «Слава отцу и сыну с тому духу, и на неприсновеки веков. Аминь. Аллилуйя трижды». Потом говоришь «Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих». И называешь всех своих новоприставленных и приснопамятных родственников, и всех тех, о ком тебя просили помолиться. Читаешь вторую часть. Опять «Слава и ныне». Поминаешь «Усопших». Читаешь третью часть. Там еще одна «Слава и ныне». Поминаешь «Усопших». Или «Живых». Сколько же можно «Усопших» поминать только? Тоже можно и «Живых» помянуть. Потом читаешь молитвы по окончании кофизмы. И все. Можно сидя. Хочешь на Аллилуйя вставай, хочешь не вставай. Кофизм вообще на русский язык переводится как «сидение». Если вы стоя хотите категорически молиться, но прочитаете только одну кофизму, а сидя можете даже три, то, конечно, лучше сидя помолиться. Спасибо большое. Все просто. Все наряду. Спасибо большое. Я продолжаю задавать вопросы с странички ВКонтакте. И вот такой есть вопрос. Как правильно стоять в храме, когда батюшка ходит по храму с кадилом? Кто-то крутится по ходу батюшки, а я стою лицом к иконостасу. Мне кажется, что надо придерживаться традиции прихода, на котором ты находишься. Если все поворачиваются вокруг часовой стрелки, а ты принципиально стоишь как статуя Артемиды фесской, то как бы оно выглядит немножко странненько. Ты толкаешь людей к осуждению, ну и сама такая стоишь. Вы ничего не понимаете. Надо стоять ровно, с лицом к алтарю, а вы тут крутитесь, как юла, как, не знаю, укусили вас. То есть вроде бы ерунда, да? А вот в головах у людей вот столько сейчас происходит мыслей, которые недостойны момента. То есть по-хорошему, по-настоящему, никто крутиться не должен. Поворачиваться к священнику лицом или к дякану не надо. Ты все ровненько стоишь, как бы ты молишься, ничего не обращаешь. Как бы тут воню благуханя духовного какие-то ароматы ладнана, ты как бы понимаешь, что это внешний символ твоей, не сильно это благуханной молитвы, ну чтобы как бы твои там гаденькие молитвочки земном, они как-то преображались, то вот дякан ходит еще с ароматом какого-нибудь архиерейского ладана. Собственно, вот об этом оно. Ну как бы народ решил, ну как же так, тут кадет, а я как бы стою спиной, надо повернуться. Ну и поворачиваются. Ну и батюшка тоже кадет. Ведь батюшка или дякан тебя почему кадет? Потому что ты тоже образ Божий. Он кадет образа и кадет тебя. Вот он кадет иконы, он кадет человека, в котором тоже поруган образ Божий есть. И дай Бог, что он потихонечку, в каждой службе становился все чище и благоуханней. Вот об этом надо думать, а не о том, к какой стороной батюшке повернуться. Ну, закончу. Как на приходе, какая традиция есть, вот ее и придерживайтесь. Спасибо большое. И еще раз о символах, о гождении. Что это за символ такой, для чего это делается? Многие считают, что это просто изгонять. Вот вы сказали, вы нас сейчас, правда, вернули с небес на землю, но все-таки, что это изгонять. Бесы изгонять. Да, да, да. Да, пожалуйста, тоже рассудите. Ну, знаете, с некоторых прихожан не помешает. Если они так считают, что из небеса выходят, то и хорошо. Вопрос только, лучше задумайтесь, а что же вы делаете для такого, чтобы их туда запустить? Через что? Об этом надо подумать. Ну, вообще, это просто образ нашей молитвы. Собственно, все. Мы не видим, как она восходит к небесам. Но вот через дым благуханной видим. Священник, каждый раз благословляя Кадила, говорит, просит Бога, чтобы Господь благословил. Вот это Кадила. Вонюл благуханя духовного. Вот, чтобы оно было символом наших благуханных молитв. Чтобы мы собирались в церкви не только ради каких-то своих целей, о хорошей погоде помолимся, о том, чтобы на женихах найти хорошего, чтобы ипотеку выплатить, квартиру купить, продать, работу найти и так далее. Но чтобы действительно двое-трое собрались не во имя своё и во имя своих проблем и желаний, а во имя моё, во имя Христа. То есть, чтобы мы собрались благодаря Бога, прославляя Бога и причащаясь Бога на литургии. Собственно, вот об этом каждение, об этом богослужение. Спасибо. А у нас есть видео-вопрос. Давайте послушаем. Батюшка, добрый вечер. Добрый вечер, ведущая. Я стала смотреть, ну, часто вашу передачу, потому что похоронила мужа 29 марта, ему будет год. Я с ума схожу, я не буду говорить, как мне плохо. Ну, как говорится, только Господу Богу известно, как мне тяжело. Просто один вопрос. Видят ли они нас или слышат ли они нас? Я молюсь. Я читаю «Очи наши», и мне стало легче. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Мои соболезнования, конечно, сейчас таких вопросов всё больше и больше, начиная с постковидной эпохи. Насчёт того, видят и слышат, загробная жизнь точно так отличается от жизни земной, может, даже в большей степени, как жизнь земная отличается от жизни внутриутробной. И тут человек, и здесь человек, и там человек, но модус бытия совершенно иной. И, соответственно, совершенно разное восприятие нами того образа жизни, который в своё время, во время он оказался нам единственным верным, единственным возможным и самым лучшим, каким только может быть. Но веришь ты или не веришь в жизнь после родов, она есть. Веришь ты или не веришь в жизнь после земного бытия, она тоже есть. И, соответственно, меняется некоторое представление человека, живущего в ином мире, о том, что для него был мир земной. Поэтому там нет таких жёстких, цепких взаимосвязей с тем, что ты любил вот здесь, в земной жизни. Не имеет значения, это что-то материальное или нематериальное. Ты любишь всех любовью Христовой. И в этом плане человек, если хотите, чувствует молитвы твои и твой образ жизни. Мы верим, что всё равно единство живых и умерших сохраняется даже после смерти наших родных. И им, может быть, вечности намного лучше, если они, не будучи праведниками, каким-то образом вдруг стали родственниками праведников. То есть, если ты живёшь святой жизнью, они не могут не видеть в преображении своего загробного бытия, что им как-то становится резко лучше. Когда их поминаешь на проскомидии, когда священник опускает в чашу с кровью Христовой частички, просфорочек, вынимая которых, он молился о тебе. И с молитвой о том, чтобы Господь очистил грехи всех, с техпоминаемых, кровью своей честной. То есть, они тоже это чувствуют и понимают. Молитва – это самое важное, что только может быть для усопшего. И милостыня в честь их подаваемая. Поэтому, когда мы говорим о том, что усопшие знают, что здесь происходит, на том смысле, что они знают теперь, кто убил Кеннеди, и что теперь в зоне 51 находится. Они понимают и чувствуют твою жизнь, твою молитву. Они чувствуют любовь. Потому что милостыня, молитва, твоя праведная жизнь – это все средства, которые можно под один общий заменатель подвести слово «любовь». Это то, что ты не хочешь делать, но делаешь ради того, кого с тобой еще нет. Кстати, вот то, что мы любим тех, кого с нами нет, – это самое яркое свидетельство того, что жизнь за гробом существует. Вот это сообщение душ. Поэтому хочешь, чтобы у наших усопших родных было все хорошо, осуществляй все то, что я говорю. Твори дела любви, воцерковляйся, причащайся, молись. Все будет хорошо у тебя и у них. Спасибо вам большое. И за слова утешения, и за юмор. Потому что, когда есть юмор, нет места и страху в том числе. У нас следующий вопрос. Верное замечание. Является ли для христиан грехом участие в лотереях, таких как Мечталион или подобных? Благодарю за ответ. Есть заповедь Божия, данная Адаму, вышедшему из рая, чтобы он теперь улучшал свое земное бытие путем труда. Все, что, как нам кажется, принесет нам благополучие, если ты под какой-то хороший процент что-то вложишь, если ты будешь участвовать в каком-нибудь лотереи, если ты там уйдешь в какие-нибудь популяризируемые с каждого у тебя инвестиции, не имея экономического образования, если какой-нибудь тебе гуру говорит, что вот я заработал миллионы, и теперь хочу рассказать вам, каких заработать. Я такой добрый человек, я хочу рассказать вам все секреты. То, скорее всего, попадетесь, во-первых, на мошенника, во-вторых, потеряете все, что у вас есть, даже если попадете не на мошенника, потому что не знаете, как это работать, а во-вторых, наслужите заповедь Божию, которая говорит, что будешь работать, будет у тебя все. Не будешь работать, хочешь, чтобы с неба на тебя свалилось все, и деградируешь сам, и потеряешь даже то, что есть. То есть, притча о талантах, а что она говорит? Один получил, работай, приумножай. Если ты талант взял и надеешься, что вот он сам по себе сохранится, а все остальное как бы само придет, не придет. Поэтому участие во всех лотереях и во всем то, что сулите большие деньги, большие проценты, просто так за твои красивые глазки, удача к тебе придет сама по себе, то это вообще не христианский подход. Поэтому не участвуйте в никаких лотереях, ни в каких казино, ни во всем том, что принесет тебе, лежачему на диване, большой доход. Спасибо большое. Иначе не будет дивана в конечном итоге, на котором ты лежишь, и даже крыша над головой. Очень мудро, доступно, мы все поняли, спасибо. А мы сейчас прервемся на короткую паузу, и обязательно к вам вернемся. Не переключайтесь. Игорь Петровский Тест на правду Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение. О Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит, значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте спас.тв.ру Был момент, когда я хотел с жизнью расстаться. 12. Первый на телевидении проект о борьбе с алкогольной зависимостью. И вы сделали свой первый шаг. Вы приехали сюда. Телеканал «Спас» при поддержке Синодального отдела по благотворительности в рамках нацпроекта «Демография» представляет третий сезон телецикла «12». У вас есть возможность рассказать о вашем пути преодоления. 12 новых героев решили изменить свою жизнь. У него умер отец, я сильно запил. Ночью кушку вечером, норма моя была обычная. Смогут ли они найти в себе силы преодолеть зависимость? Вы действительно готовы? Да. Тогда с Богом. 90 дней. 12 добровольцев будут пытаться преодолеть зависимость, которая чуть не сломала их жизнь. 12. Книга по проекту телеканала «Спас» «Профессор Осипов. Зачем Бог?» Ответы на главные вопросы веры. Душа, что такое там, что там творится? Это Божественное Писание. Как человеку не запутаться в этом? Есть гнев и слога, есть гнев и любви. А как человеку научиться молиться? Христос в себе само исцелил человеческую природу. Ищите на книжных полках страны и на сайте спас.тв.ру Вера А какое счастье ходить всей семьей на службу? Надежда Что Господь, вот он, вот он рядом. Терпение Слово не значит ничего, а значит только, как оно рождается. Прощение Прощать мы должны в том числе и тогда, когда у нас прощения не просят. Любовь А о чем еще писать-то по этому? О самом главном. Авторская программа Владимира Легойда и Парсуна. Теперь и на страницах книги. Любое творчество серьезно понятое – это собеседование с ним. Откровение известных людей о Боге, о вере, о личном. То, о чем они никогда раньше не говорили. В новой книге телеканала «Спас» собраны избранные интервью Владимира Легойды с актерами, учеными, священниками, режиссерами и многими другими. Подробную информацию о книге Парсуна ищите на нашем сайте спас.тв.ру Его знает близко почти каждый человек в церкви, но найти точные слова, чтобы описать его, сложно. В Библии он и огонь, и свет, и голубь, и сильная буря, тихое дыхание ветра. Дух приходит, как свежий ветер. Дух святой дает мир. Вокруг головы свет, иногда даже лица не видно. Я не прошу этого, потому что я испытаю себя недостойным. А я не свечусь, почему? Нет, вы светитесь. Этот огонь создал из них новых людей. Огонь все пожрет, все очистится. Батюшка, выводники, ты меня прости. Приди, приди, призываю святого духа, приди и защити меня. В эфире программа «Прямая линия. Ответ священника». А я напоминаю, что на ваши вопросы этим вечером отвечает Ирей Владислав Береговой. И мы продолжаем. И вот в ВКонтакте у нас пришел вот какой интересный вопрос. Подскажите, пожалуйста, может ли Бог наказать человека за грехи безумием? Например, человек был здоров, грешил и стал шизофреником. Может ли это быть наказание? Или может быть болезнью человек? Может ли болезнью человек мученичеством искупить грехи? Шизофреники блаженны? Тут сразу несколько вопросов. Отец Владислав. Первое «может», второе «может», третье «нет». Конец программы, да? Да, следующий вопрос. Надо развить, да, тему? Да, хотелось бы. Ну, эта же тема-то взята не с потолка, действительно говорится о том, что Бог может наказать безумием того, кто идет против Бога. Мы видим эту историю с Навуходоносором. Мы знаем слова пророка Давида, что «реча безумец в сердце своем несть Бог». И, собственно, надо сказать, что, если честно, то в библейском смысле безумие всегда связано с безнравственностью. Там немножко другой смысл, не с какими-то психическими отклонениями, именно с безнравственностью. И если Господь видит, что ты не безнадежен, или, наоборот, совершенно безнадежен, то сможет дать тебе или время на какую-то болезнь, попустить тебе болезнь, которую ты ушел сам. Не то же Господь тебе «бабах, на, держи», без каких-либо предпосылок к ней. Нет, то есть ты к этому шел. Если бы ты остановился вовремя, ты бы этим не заболел, а не то, что Господь тебя как-то наказал. И иногда Господь попускает, потому что уже, если человек будет идти дальше, 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 то он просто превратится в демона. И для, если хотите, для пользы вечной, попускает тебе какую-то психологическую болезнь, психическую, потому что ты уже как бы за себя не отвечаешь. Но все равно ты сам к ней шел. То есть если бы ты вот церковился, если бы ты жил праведно, если бы ты с Богом не только встретился, но и познакомился, и хранил ему верность, то все бы эти проблемы бы обошли тебя стороной. Но бывают такие истории, когда человек ни в чем не виноват. Особенно вот в таких проблемах шизофренических. Что-то от родителей, что-то, какой-то стресс, какая-то тяжелая потеря. Не имея точки опоры, ты просто ломаешься. Поэтому я бы, самое главное, не считать душевно больных людей какими-то страшными грешниками, за грехи которых Господь их наказал. Там у каждого своя история, у каждого там свое прошлое, свое настоящее. Поэтому не надо вот эти вещи путать друг с другом. У нас есть вот такой вопрос. Могут ли некрещенные родители крестить своего ребенка? Чисто технически, да. А с другой стороны, а зачем? То есть, если ты не считаешь, что для тебя вера настолько важна, без чего смысла в жизни нет, то почему ты не крестишься? Чтобы дети не болели, так не до этого. Мы почему крестим детей, а не взрослых? По вере родителей, по вере крестных родителей. Если ты обязуешься воспитать ребенка в православной вере, то основа которой крещение и причастие, то как ты не будучи крещенным и не причащаясь, можешь дать вот это самое главное ребенку. Поэтому, если родители готовы креститься, то по прошествии нескольких огласительных бесед можно крестить и родителей, и ребенка одновременно. Спасибо вам большое за разъяснение. Дорогим телезрителям хочу сказать, что сразу после нашего эфира на телеканале «Спас» будет показан документальный фильм о городе, который стал символом гражданской войны на Украине. Фильм называется «Дорога на Славянск». Отец Владислав, и вот у меня к вам вопрос какой. Когда у наших военных спрашивают и о боевом духе, и о победе, они однозначно отвечают практически как девиз молитву «Победа будет за нами, с нами Бог». А у вас я хочу спросить, вот эту ненависть, которая там воспитывается буквально с детского возраста, можно как-то врачевать? Мы когда-нибудь после всего, что мы переживаем сейчас вместе, мы можем снова стать братскими народами? Можем, но для этого надо провести такой же титанический труд, как провели союзнические войска и Советский Союз с мирными жителями Германии, которые не верили, что то, что творилось в Освенциме и в других концлагерях, было по-настоящему. В каждом городе открывались кинотеатры, заставляли приходить простых, сытых относительно и культурных, интеллигентных бюргеров, смотреть документальный фильм о том, что происходило. Конечно, поэтому, в общем-то, эту проблему можно решить только с помощью средств массовой информации, чтобы рассказать людям, что происходило в Донецке, в Луганске, в Славянске с 2014 года. Наш, у меня есть друг, слава Богу, жив и здоров, который жил в Славянске многие годы, настолько состоятельный, что его дома сначала обчистили полностью, все вынесли, а потом ракетой разбомбили, чтобы показать, ну, ребята, ну, все сгорело, все в огне сгорело, они потом ходили по останкам, смотрели, ну, тут это сняли, это сняли, это сняли, то есть видно, что сначала демонтировали многие вещи, а потом уже разрушили. Такая вот история была именно в Славянске, допустим. Дома состоятельных людей обносили, а потом разбомбили. Грустная история, если показывать людям о том, что по-настоящему происходило вот эти 8 лет, может быть, они немножко в себя придут. А может быть и нет, знаете, это, я с кем не поговорю с той стороны, мне кажется, это очень надолго. Может быть, даже на поколение, может быть, даже и на два. А если дальше будут нагнетать ненависть к нам и ко всему русскому, то там просто в демонов они превратятся. А будет ли у нас когда-нибудь возможность всем украинцам сказать, что ребята вас одурманили, вы выросли к ненависти к самим в себе, потому что поскреби любого украинца, там русского, больше, чем украинца или там поляка. Будут возмущаться. Поэтому я не знаю, тут только Божьей милости можно что-то изменить. Закончу словами преподобного Паисия, если бы несправедливо, если бы я не знал, что последнее слово будет за Богом, то несправедливость этого мира сула бы меня с ума. Спасибо вам большое и за участие в программе, и за ответы на все вопросы. А вас, дорогие телезрители, мы также благодарим за неравнодушие в вопросах веры. Время программы подошло к концу, мы прощаемся с вами. Божьей помощи вам во всех ваших делах и начинаниях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова